Ну что, давайте начнём интервью. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Да как же, я тогда ещё пацан был. Откуда я мог знать, что будет война или не будет война? Это когда он взрослый. То есть вы не помните, как вы узнали о начале войны? Помню. Почему? Расскажите. Приехали из этого, я жил в Почёлке, из сельского совета приезжает и объявляет, что началась война. Собрали нас, управляли колхозом и объявили, что началась война. Все плачут тогда, сразу поездят. Что вы думали тогда о причинах войны? Ну почему причина войны? Это просто, наверное, захотелось так немцам. А значит захват чужих земель, чтобы разбогатеть. Это ведь за всегда так войны идут. Захват земель. Вы слышали речь Молотова от 22 июня 1941-го? Радио? У нас радио не было тогда. Не было радио? Да. А речь Сталина 3 июля 1941-го? 41-го. Нет, не было у нас тогда ещё ещё. Расскажите, пожалуйста, как вы были призваны в действующую армию? Как вы в армию вас призвали? Ну как, это было в 43-м году. Да. Ну, повестку дали, приехали в военкомат. А потом собрали нас и в Пенсию здесь, на переселенный пункт. А с переселенного пункта нас направили в воинскую часть, которая находилась в городище нашей Пенской области. Вот. Значит, погрузили нас в поезд и до Канайки, значит, и ехали поездом. А потом из Канайки до Градища Пешочком. Там был организован второй учебный средковый полк. А в каких сражениях вам довелось принять участие? Это вот в направлении Калининграда. Телезбек тогда был. И всё, да? То есть вы больше нигде нет? Больше нет, только нет. А вот вы запомнили какой-нибудь один из наиболее ярких эпизодов с вашим участием? Ну вот мы пошли в наступление. И в это время, ну, он к нему сильно сопротивлялся. Наши, значит, подготовку сделали из Катюши, из всех видов оружия. Ну и мы пошли в бой. Пошли в бой. В это время, значит, сзади меня разорвался снаряд. Значит, я получил сильные катухи, потерял сознание и был ранен вот в эту ногу. После этого поступил, то я поступил уже в госпиталь. Из госпиталя потом уже, когда в госпитале отлечился, приехали, значит, обратно забирать нас обратно на фронт. Ну и здесь, наверное, или посчастливилось, и как я попал, значит, обратно учиться уже в 34-й автополк 2-го Белорусского фронта. Вот. Там проучились, и в это время, значит, объявляет, война закончилась. Это попозже немного вопрос будет. А вот какое событие запомнилось, как самое радостное? Радостное событие, вот когда, когда кончилась война, все из казармов выбежали, начали стрелять. В общем, как же это не радость, когда закончилась война. А вот мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что было для вас источником мужества? Ну как, победить врага. То есть вы как бы жили мыслью о том, чтобы... Это только я, не мысли, победить врага. А вы можете, при вас, вы были свидетелем какого-нибудь подвига? Чего? Вы были свидетелем какого-нибудь подвига? Нет, не было, не было такого. Расскажите, вот какие у вас награды есть? У меня награды. Ну, только юбилейные, вот и это. И вот медаль за победу над Германией. А из них вам какая-нибудь более дорога? Из этих всех, что ли? Да. Да, они, наверное, все дорогие. Правильно. А вот с какими чувствами вы шли на войну? С какими чувствами? Да. Но только победить врага. Одни чувства были. А вот как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии приходилось отступать? Это ведь беда, беда-то не солдата, а беда наша была общей. Потому что было это не подготовлено. Он ведь нес врасплох немец-то, или Гитлер, врасплох застал-то. Не были, не подготовлены. Этих, даже вооружения, для солдат не хватало винтовок. Даже с одной винтовкой два-три человека пошли. Там не было еще сил. Потом уже в конце только стали нас хорошо вооружать. Но все равно, все равно винтовка была так на вооружении. Автоматов было мало. Скажите, а вы что-нибудь знали о положении дел под Москвой? Вот осенью 41-го. А вообще ничего я не знаю, что там под Москвой было. Большое сражение было под Москвой. Нет. Это вот сейчас показывают, рассказывают. А тогда чего еще... Еще пацан был, как говорится, 14 лет. Откуда тогда чего можешь узнать? Расскажите о своих командирах. Кто вам больше запомнился и чем? Мне запомнился и вот командир взвода. Бывший учитель. Никак что-нибудь. Да. Не помните? Ой, сейчас вспомню. Вот еще. Ну, не помните, наверное, да, уже? Нет, никак не вспомню. Ну, расскажите тогда о полководцах. О полководцах. Кого помните? Чем запомнились они вам? Ну, где? Рокоссовский, где я воевал. Он часто посещал там. Участвовал в боевых действиях и командовал. А вот кого вы и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем? Конечно, это Жуков. Выдающийся полководец. Ваша оценка сейчас к нему изменилась? К кому? К Жукову. А каково было отношение ваше и ваших знакомых, сослуживцев к личности Сталина? Не понял. Вот какое было у вас отношение к личности Сталина? Очень хорошие. Все в бой шли только. Кричали «Ура!» за Сталина, за Родину. А вот на фронте были люди разных национальностей. Вот как, по-вашему, приходилось преодолевать вот эти вот розни национальные? А там этого не разбиралось. Все шли только, как победить врага. А по национальности какая разница? Или он украинец, или он белорус, или татарин, или мординец. Какая разница? Я с ним служил вместе и с мордвами, и с татарами, и с чувашами. А вот скажите, вы в Бога до войны верили? Я... нет, не верил. И, как бы, во время войны ваше отношение вот к религии не менялось? Нет. Я до сих пор не... вообще, ну, Бог, это ведь просто... Нам внушают, мы верим. Угу. А так... А кто его видел, этого Бога? Да и кто он такой, Бог-то? Это только... Или просто уже так принятого людей, ой, Господи. Угу. А так-то ведь никто не видел и не знает, что такое Бог. Есть или нет. А вот скажите, вот на фронте было тяжелое положение. Как удавалось поддерживать дисциплину? Ну, как это можно поддерживать дисциплину? Дисциплина, она сама в человеке уже выработана, потому что... Потому что мы идем защищать свою роль. И как можно понять о том, что дисциплина там? Там, если не будешь выполнять, попадешь в штрафбат. Вот скажите, какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны номер 227 «Не шагу назад»? Ну, есть были, конечно, такие, которые боялись. Поэтому в это время-то и стали организовать заградотряды. Вам с ними приходилось сталкиваться? Да нет, не приходилось. Ну, они были. А вот что запомнилось из встреч с населением во время отступления, во время пребывания при фронтовых пунктах? Я не понял, как я считаю. Вот во время отступления у вас наверняка были встречи с населением. Это когда наступает? Ну, наоборот, во время отступления. Отступления? Отступления. А кто это может отступать? Это отступали только тогда, когда началась война. Здесь вот отступали. А здесь не отступали. А во время наступления у вас тоже были, да? Во время наступления у вас были встречи с населением? А как же, с немцами были, которые освобождали. Угу. Вы освобождали какой-нибудь город? Я город-то не освобождал, а вот в направлении, на Кенисберг. Вот. Населённый пункт там освобождали, а город нет. А помните этот населённый пункт? Название? Где-то было записано, не помню. Не помните, да, уже? Вот. Расскажите, какое было отношение к немецким солдатам? К немецким солдатам? Саму к себе. Это сейчас вот все стали дружи, дружи. А тогда вот что? Он меня бьёт, я его бью. Какое может быть тут отношение? Враг есть враг. А солдат, он солдат. Солдат послали его воевать. Конечно, солдат здесь не виноват, а виноват свыше. А солдат есть, подчинённый. Сказали, не пойдёшь, сам попадёшь в такое положение, что тебя не смогут. Вот эти заградотряды. Так что ты отступать не будешь. А вот скажите, во время войны вам приходилось сталкиваться с власовцами? Это уже власовцев я не видел. Но когда мы закончили войну, то оттуда скот начали сопровождать. С немецких территорий. И вот, значит, мы охраняли их. Вот. А когда, ну, если их не будешь охранять, значит нападали в власовцев. Вот. Вот. А вот с дезертирами вам приходилось сталкиваться? Чего? С дезертирами вам приходилось сталкиваться? Не понял. С тем? Дезертиры. А, дезертиры? Да. Вам приходилось с ними сталкиваться? Нет. Не ходил. А со штрафниками? Штрафники, это вот, когда, я их не видел, конечно, но они были, штрафбаты. Ну, я сам-то не был, я не знаю. Расскажите о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? Ну, там какие бытовые трудности. Я-то уже стал воевать в марте месяце. Уже стало тепло. А там уже в феврале месяц станет. Так что больших трудностей не было. Трудности были, когда вот еще и дослужили. Вот в этих, в лагерях никаких условий не было. Спали только на этих, на нарах, в землянках. А на нарах даже матрасов не были. Только маты и с прутью сами. Сами, значит, одевались только шинелями. В общем, что есть на себе. Вот тут трудность. Испитание было плохо. И дезинтерия потом открылась. Так что-то. Трудность была больше в тылу, чем на прорезь. А вот как вы оцениваете нашу боевую технику? На тот момент, естественно. А, на тот момент. Да, на тот момент. На тот момент, когда уже вот пошли Катюши. Вот здесь уже у нас пошел перелом. Конечно, я говорю, тогда танки были хорошие. Вот этот Т-34 вышли. Вот. А до этого, конечно, я не знаю, какая была техника. Я уже стал-то воевать уже под конец войны. А какое у вас было личное оружие? Винтовка. А как вы отдыхали на фронте в часы затишья? Ну как, отдыхали. Артисты, может быть, какие-нибудь к вам приезжали? Нет и не было. Была ли у вас любовь на фронте? Нет. Знаменитые наркомовские 100 грамм. 100 грамм были? Да. Они большую роль играли. Может быть, в поднятии духа даже. Ну, конечно, совсем не напивались. Ну, 100 грамм-то выпьешь. А потом кто убьет-то лишний еще. Там, ведь, отпускает на полный состав. Ай! Погибают люди. Раненые, погибшие. Ну, и ничего. Все это было нормально. А вот известие из дома, когда, откуда вы писали домой? Откуда? С этой сволинской части, где служил, там и писал. Помните вот конкретно населенный пункт? Может быть, город какой-то? Помните? Домой, наверное. Подождите. Город? Да, может быть, город какой-то помните. Нойштейтин. Как он называется? Нойштейтин. Нойштейтин. А какие вы получали известия из дома? Ну, какие известия? Известия пишут, что... Ой... Был голод сильный, опухали, недоедали. Все. Здесь веси нехорошие, конечно. После окончания войны, вот, я уже в 34-м автополку стал служить, был старшим писарем Патриола. Ну, вот получилось, думаю, письмо, что мать больная. Тогда тифом болели. Она пресмерти была. Ну, мне прислали письмо. Я, значит, с этим письмом пошел к этому командиру части. И он мне на месяц дал опуск. И я уже... В каком? В декабре... Я пешком из каменных шел. Да, в декабре месяц. 45-го, получается? 45-го. А вы говорили о том, что вы были ранены. Да. Вот расскажите об этом поподробнее. Где вас ранили? Может быть, вы помните врачей, которые вас лечили? Нет, я их не помню. Только уже после этого в госпитале комиссия проходила. Вот... Врачи... Майор... Майор Ломова была. В начале госпитала. А больше никого не помню. А вы помните, где вас ранили? Это уже вот... Ранили меня в Германии где. В Германии, да? Да. Скажите, а вы в плену не были? Нет, нет. А среди ваших родственников кто-нибудь был в плену? Нет, никто не был. Никто не был. Нас... Нас в семье 10 человек. Угу. Пятеро дочерей и пять сыновей. Вот мы пятеро все были на проник. Один из нас... Это вот с 23-го года. Кто старший. А тот погиб. И погиб 25-го марта 45-го года. Вот не доживших каких-то... Месяца. Совсем чуть-чуть. И вот он похоронен там же. Вот. Где я воевал, оказывается. На... Изберии он там похоронен. Сейчас. В Калининградском. А... Вы что-нибудь знали о союзниках СССР? Ну, союзники. Союзники, наверное... Наверное, все знают об этом. Нет, вот вы на тот момент, именно когда вы воевали, вы что-нибудь о них знали? Знал, конечно. Уже я воевал-то. Уже были тут и французы воевали, и андрейчане. А сталкивались ли вы с полученными по ленд-лизу танками, самолетами, автомобилями? Какими? По ленд-лизу вы сталкивались с танками, автомобилями, которые вот СССР получало? Я так и не понял вопрос. Я так и не понял вопрос. Не дослышал. А... От других стран приходила помощь, вот, вы получали ее? От других стран, я знаю, что мы получали продукты, получали мы амбардирование, вот. А с боевой техникой сталкивались? С боевой техникой? С боевой техникой. Угу. А вот где вы встретили День Победы? День Победы я встретил в Германии, вот, воинская часть, это автополк, 34-й автополк. А что вы чувствовали на тот момент? Че? Что чувствовали? Че чувствовал? А вот как вы считаете, какой фильм о войне лучше передает историю тех лет? Это хорошо передает вот в 17-м годовении месты. Фильм хороший. А книжка? Ну, книжка-то, конечно, хорошая. Она же берет, всю эту постановку берет с книжки, ведь ниоткуда-нибудь. Это не просто вот с головы придумали, да и все. А вот как вы оцениваете то, что после войны с Германией сразу началась война с Японией? Вот как раз это с Японии началась война. Здесь, когда оттуда, некоторые уже войска стали перебрасывать сюда, на восток. Так что некоторые попали и там воевали, и воевали еще и с Японией. Вы участвовали? Нет, у меня ничего. А вот как вы сейчас думаете, почему война началась? Почему она началась? Наверное, у капиталистов у них жажда на чужое. Вот поэтому и, наверное, начали. Он, прежде чем на нас напасть, на Советский Союз, он всех подчеркнул к себе, без боя взял. Все его рук. Поэтому и его союзники против нас воевали. А вот вам что-нибудь еще хочется добавить к вышесказанному? Да нет, наверное. А что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Молодежь. Молодежь должна быть современная. Но молодежь, больно же сейчас. Или люди такие, или это зависит от человека. Больно же расхлябаны. Пожилых не почитают. Возьми, даже если поедешь в автобусе, тебе место старику дожить. Скажет, дедушка, садись. А вместо того, что я на семью делюсь, наверное. Так что молодежь, не все сказали, что они так плохие. Едем ведь, семья не без урода. А так бы хотелось, конечно, чтобы было только хорошо.